Всем привет, дорогие друзья, вы на канале LeanHustle и сегодня мы обсудим всю тему вокруг Катизена. Какова реакция аудитории, за что был аэрдроп, как застейкать и так далее. Итак, давайте сразу же начнем, какой аэрдроп я получил. А я получил всего 39.36 токенов. Значит, давайте узнаем, какова же их цена на премаркете. Сам листинг будет только через 5 дней и реальную цену, которая будет на рынке, мы узнаем позже. Но, в целом, можно судить по премаркету о примерной цене от заинтересованности аудитории. Сейчас на бирже BitGet, на которой, кстати, я и стейкал, но об этом расскажу позже, цена составляет 77 центов за токен. Соответственно, чтобы посчитать, какой у вас будет аэрдроп, умножьте 0.77 на количество ваших токенов и переведите это в рубли или в нужную вам валюту. И получите, сколько вы получили аэрдропа. Это забавно, потому что я докачал своего кота до 217 уровня, пригласил, как видите, где это сейчас, вот, друзья. Я пригласил 349 друзей, 100 из которых были активны. Я создал лигу, в которой я глава, и здесь почти 900 человек, и мы были в мастер-лиге. И я получил 39 токенов. Ну как, сильный результат? Мне кажется, очень, потому что это просто смешно, как они опрокинули абсолютно всех людей, которые не донатили, а просто играли. Но причем даже я, с учетом всех вот этих чек-инов, с учетом просто того, что я там в самом начале вроде бы 2 доллара закинул, всего я потратил на игру где-то 700 рублей в тоне, если конвертировать. Я потратил всего 700 рублей и получил 39 токенов. Но это при том, что у меня комп работал несколько месяцев, и механика Play2Earn просто пошла лесом, поскольку разработчики решили, что лучшим решением будет просто наградить донатеров. Я абсолютно не против, что донатеры получили больше, чем мы. Но почему обычные игроки, которые просто буквально, знаете, можно сказать, поверили разработчику, что механика будет именно Play2Earn, получили, можно сказать, ноль? Это настолько мало. Я видел скриншоты, где люди получали по 10 токенов, имея кота выше, чем у меня, но не имея при этом вообще никаких донатов, а только один чек-ин. Почему нигде до этого не заявлялось, что нужно как можно больше вкинуть денег, и вы получите назад 2-3 раза больше? Как инвестиция тех, кто донатил, получилась отлично. Но почему это так? Это же реально немного несправедливо по отношению к обычным игрокам, которые вам поверили. Вы подорвали репутацию всей Play2Earn движухи. Вы абсолютно некрасиво поступили со своими громкими постами и обещаниями. Если кто подписан на их официальный канал, думаю, кучу раз видели какие-то громкие слова о том, что они там в вот этой открытой лиге Тона опять заняли первое место. О том, что у них самая платежеспособная аудитория, там миллион платящих игроков. О том, что они 300 тысяч долларов в день зарабатывают. Друзья, я понимаю, вы молодцы. Но в итоге это что получилось? Вы сейчас словили огромную дозу хейта. У них уже идут подписки. И уже сейчас понятно, что в их втором, третьем и так далее сезонах, которым тоже будут награды. Кстати, да, это же не все награды выдали. Те, кто будет продолжать играть, тоже будут какие-то награды. Если там осталось 30% или 15 нераспределенных монет. И вот они будут в следующих сезонах. Кто будет в это играть, если вы опрокинули обычных игроков? Я понимаю, что есть донатеры и люди, которые могут себе это позволить. Но получается так, что я пригласил 300 человек. Мне дают какие-то 13 жалких токенов. При том, что в любом другом, вот кто сейчас листился из крупных ноткоин и докс. Я пригласил в ноткоин 1000 человек и сам не играл. И я получил 300 тысяч рублей за это. Ну, если брать пиковую цену. Вот это была реально награда за то, что я как инфлюенсер привлекал людей. Здесь мне дают, просто мне плюнули в лицо 13 монетами. Но это же просто смешно. Я получил 10 долларов. Я за, даже не 10, наверное, чуть меньше долларов. За 100 активных пользователей и 300 вообще в проект. Ну, и там где-то 50 таких средних, знаете. Это справедливо? Мне кажется, что нет. И такие скриншоты я видел постоянно, что люди играли. И в итоге не получили. Но при этом у нас в чате, кстати, обязательно переходите в телеграм-канал с комбо. Вот для тех, кому, кто может отсканировать. Либо просто вбивайте вот этот айдишник. Поскольку я пока ссылки не могу размещать. Телеграм-канал по таполкам. Вот тоже QR-код. И вот айдишник. И наш чат также есть. Вот линхасл чат. Тоже вбивайте. Либо сканируйте QR-код. И вот здесь есть люди в нашем чате, у которых код даже выше. Но у них награды в 2 раза меньше. Абсурд. Но при этом есть люди, которые задатили 10-15 долларов. И получили такую же награду, как у меня. Имея котов ниже. И рефералов в 30 раз меньше. Справедливостью, конечно, тут и не пахнет. Ну, ладно. Давайте. Следующая тема. Это стейкинг. Итак, значит, в разделе Airdrop вы можете увидеть 39 кэти. В моем случае ставка. Ну, у вас будет другая кнопка. Я уже застейкал. Давайте нажимаем ставка. Здесь я выбрал, конечно же, BitGet. Да, она называется. Это биржа. Поскольку остальные... Я вот только про эту, если честно, слышал. Про остальные не слышал. Ну, и, соответственно, они тут и больше процентов, поэтому предлагают. Я, собственно, этому не удивлен. Смотрите. Как зарегаться на BitGet? Заходите, значит, в Telegram канал. Переходите в закрепленный пост. И вот тут с самого низа будет ссылка. Кликаете. Вам там дадут какие-то бонусы за это. Ну, и мне, если вы достигнете какого-то объема торгов, тоже дадут какие-то бонусы. Если вам не сложно, можете по моей ссылке зарегистрироваться. Если сложно, наберите в браузер BitGet и регистрируйтесь. Рекомендую использовать именно эту биржу. Несмотря на то, что здесь предлагают больше проценты, но просто это какие-то сомнительные биржи. Я даже не уверен об их функциональности в России. Ну, вот только эту знаю. Ку-ку, что-то там она называется. Так, BitGet. Нажимайте вот сюда. Регистрируйте свой аккаунт. Сразу же скажу детям, которым у меня от 18 лет, это не подойдет, поскольку здесь только с верификацией, друзья. Больше никаких вариантов нет. Верификацию пройдете и можете стейкать, потом выведите себе. Награду, если что, мы получим в вот в этом токене BitGet самого. Вот, давайте его посмотрим. Ну, он примерно доллар, короче. BitGet coin он называется. Мы получим какую-то награду. Как ее считать? Вот, смотрите. APY. Это, если что, годовые проценты. Стейкинг будет продлеваться. Так, ок, нажимаю. А, ну вот, смотрите. Мне уже пишет даже, сколько я заработал. Я заработал 0,9, то есть 10 рублей, да. Вы можете получить вознаграждение только с 10, точнее, с 10, значит, утра по всемирному времени, то есть 13.00 по Москве, 24 сентября. Давайте посчитаем, сколько я заработаю. Если у нас 398 процентов, и это годовые, если что, проценты, не нужно считать, что я за... За сколько тут, получается, листинг будет 20-го, а я сможем забрать 24-го. Непонятно, кстати, если мне уже начислили, получается, это прямо сейчас, да, стейкинг идет? Видимо, да. То есть, получается, 5 дней 20-го и 24-го, то есть, ну, короче, 9 дней. 398 мы делим на 365. Это, если что, количество процентов в день. Значит, у нас, получается, чуть больше 1 процента, и мы умножаем на 9. Значит, у нас, получается, я заработаю плюс 10 процентов. Ну, то есть, я заработаю 3,9 токена. Ну, впрочем, не так плохо. Я сразу все равно продавать не собирался, а так будет хоть что-то. Там 4 доллара, да, заработаю. А не, это я тоже посчитал вообще неправильно, потому что здесь непонятно, в какой конвертации это вообще происходит, откуда они знают цену токена, поскольку, вот, я даже сейчас задумался, прикол, 398% годовых, и мне уже почему-то пишут, сколько я заработал, хотя, от чего здесь вообще этот расчет идет? В общем, очень сложно, но рекомендую вам застейкать. Ну, даже так, рекомендую вам не продавать сразу, а уж стейкать или нет, это решайте сами. Друзья, на этом я заканчиваю ролик. Пишите в комментариях, какой у вас был код, что вы вообще насчет этого думаете, потому что, разумеется, мнения в интернете разделились. Я высказал свое, у вас не обязательно должно быть такое, впрочем, как и у меня, как и у вас. Всем спасибо, всем пока.